Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Что бывает после наркозависимости? Как снова начать полноценно жить и работать? О возможностях реабилитации и ресоциализации бывших наркоманов говорим сегодня в нашей студии член общественного совета при УФСКН России. По Самарской области Наталья Копылова и Виталий Кожеваткин. Ваши вопросы задавайте, как всегда, по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Виталий Анатольевич. Добрый день. Первый вопрос такой. Скажите, пожалуйста, почему вы вошли в совет с таким, так скажем, специфическим направлением? Чем вам близка эта тема? Каковы были причины? Как долго вы там? Ну, наверное, вот Виталий Анатольевич подольше там в этом совете, как мне кажется, или нет? Ну, общественный совет при УФСКН Самарской области работает уже четвертый год, в мае будет четыре года. Вот, создан, он был, ну, на теме, так скажем, общей волны российской создания общественных советов в нашей области. И вы сразу туда вошли, получается, при создании? Да, мы сразу вошел туда, в общественный совет. Ну, в настоящий вот действующий общественный совет входит порядка, наверное, 27 человек. Они совершенно из разных, так скажем, сфер деятельности. Есть и доктора, и врачи, и журналисты, и спортсмены. Я как представитель фермерского сообщества. Вот, и что удивительно, вот и хочется узнать, что... Дело в том, что наркомания – это то зло, которое поражает не только горожан. Сельские местности есть, это скрывать нечего, это зло, зло общее, с которым бороться нужно всем. И не считать, что я в стороне постою, оно само по себе пройдет. Понятно. Наталья, и вы как там оказались? Ну, я в общественном совете второй год. Я сама занималась общественной деятельностью. И вот, и также по работе, и по общественной деятельности мы пересекались с членами совета. Я начала заниматься проектом «Пусть всегда буду я», о котором сегодня расскажу. И мне тема «Здоровый образ жизни» и пропаганды также среди молодежи близка по духу. И вот на этой теме я являлась в членах общественной деятельности. А ваша основная работа какая? Вот Виталий Анатольевич сказал, что он фермер, занимается фермером. Я занималась и соцпроектами, когда познакомилась с членами общественного совета в коммерческой структуре. Сейчас я занимаюсь маркетингом, но параллельно я веду общественную деятельность и народную культуру развиваю. И вот «Здоровый образ жизни» он так сквозным путем идет через всю мою деятельность. Вот совсем недавно в Москве проходило заседание Всероссийского общественного совета при ФСКН. Кто представлял из вас? Виталий Анатольевич, да, вы там были. Скажите, вот какие-то такие знаковые моменты, вот что вы услышали, на что обратили внимание, и что можете сегодня донести, вот что-то поменяется, вот о чем сегодня говорят, что обсуждают на таком уровне федеральном? Это расширенный совет был 27 января, на нем присутствовало порядка 30 регионов из России, были представители, руководители реабилитационных центров, руководство ФСКН России было. Задачи обсуждались, то есть это деятельность общественных советов российских. А тематика какая-то была, вот не только вот организационные моменты? Тематика была и тематика затрагивала как раз вот именно реабилитационные центры, как они работают, сколько их, как их деятельность, как оценивать их качество данных реабилитационных центров. А вот наш регион что-то будет перенимать? Обязательно будет, и дело в том, что сейчас на территории России действует более тысячи реабилитационных центров, там где-то порядка семи... Это государственных вы имеете в виду или всяких? Это и некоммерческие в том числе, я могу тут немножко в цифрах ошибаться. Ну государственных пятьсот, государственных пятьсот, поэтому все остальное значит... Где-то порядка семидесяти, это реабилитационные центры при храмах, при монастырях, но самый негативный, так скажем, сектор, это где-то порядка четыреста реабилитационных центров, они являются сектантскими. И эта проблема сейчас стоит и стоит остро, потому как ни для кого, ну не является секретом, что такое секта, что она за собой преследует. А в области нашей выявлены уже вот такие центры сектами? Общественным советом, управлением ФСКН, Общественным советом совместно принято решение в этом году провести аттестацию всех действующих реабилитационных центров на территории Самарской области. Данные, они есть, но они косвенно, нужно это все проверять, смотреть, чтобы понимать. И деятельность эта будет обязательно освещаться и на нашем сайте Общественного совета, и на сайте ФСКН. Да, то есть нужно привести все к общему знаменателю, чтобы ко всем были одни требования, и у всех были приблизительно одинаковые возможности и условия, да, у центров. Потому что один, значит, с таким направлением, одни там лечатся, другие трудятся, третий еще отдыхают и так далее. Это один вопрос. Там возникает еще вопрос в том, что реабилитационные центры, они, вот, например, я могу сказать, у нас в России было 16 реабилитационных центров, которые работали только с молодежью. Начиная там от подросткового возраста, ну и там до 18-17 лет. В настоящее время только один остался в Московской области. Которые с молодежью. Которые работают с молодежью. А ни для кого не секрет, что наркомания у нас молодеет. Конечно, да. Вот как раз вы перешли к теме молодежи. Вот тут, Наталья, дадим слово. Вы как раз по этому направлению работаете. Скажите, пожалуйста, методы воздействия, значит, на молодежь такого антинаркотического, они меняются тоже со временем, потому что поколения меняются, дети меняются, подростки меняются. Вот сегодня, на нынешнем этапе, что доходит до сознания детей и подростков? Вот на что вы делаете такую ставку? Ну, мы стараемся идти много со временем. Если я когда училась еще в школе, то у нас были популярны какие-то фильмы, в которых показывали страшные картинки. Что будет, если вдруг начнешь принимать препараты какие-то? Но дети зачастую не понимают такого языка. То есть, когда запрещают, ну, наверное, хочется, может быть, попробовать. Мы же даем альтернативу. Мы показываем, каким досугом ребенок может себя развлечь, и чтобы у него даже мысли не возникало о том, что есть какие-то пагубные пристрастия. То есть, при этом мы не взрослые нотации читают детям, а сами их сверстники, волонтеры, они приезжают в детские дома, в школы, с проектом «Повсегда буду я», и показывают то, что они умеют. Например, сам проект, он представляет собой сбор некоторых групп инициативных ребят, это и творческие коллективы, это какие-то ребята-спортсмены, которые представляют какие-то инновационные виды спорта, о которых мы раньше даже не знали. Джоли-джампинг, это паркур, это какие-то современные виды деятельности спортивные. Мы приезжаем с ними в школы к ребятам, и по 15 минут, делясь на площадке, показываем, чем можно заниматься. Школьники, возможно, не могут увидеть всего этого многообразия, когда просто они дома или где-то находятся, но когда к ним приезжают сразу 10-15 площадок, и в течение 2-2,5 часов они могут все посмотреть, попробовать. Потому что идет мастер-класс, они влиты в процесс, они пробуют, они видят это изнутри, могут попробовать на себе, и у них, естественно, по-другому идет восприятие, чем если бы они посмотрели где-то по телевизору, или им бы кто-то рассказал. Вот эти ролики страшные. Скажите, а как вы можете оценить эффективность этой работы? Потому что вот вы что-то делаете, и понятно, что нужно понимать, какой будет результат, вот эффективность. Но эффективность какая может быть? Ребята начинают записываться в секции, эти секции начинают расти, то есть это как минимум. А во-вторых, ну, наверное, статистические данные сложно собрать, на самом деле мы вот их не вели, мы просто знаем, что есть ребята, которые проявляют интерес и обращаются потом в те секции, с которыми мы приезжали, и в эти группы идет набор, соответственно, мы видим, что ребятам это интересно. При этом мы вот когда в школу приезжаем, самое главное, что на самом деле им сверстники все это рассказывают. И потом у нас идет после каждого проекта открытый микрофон, где мы с ребятами общаемся, и мы спрашиваем их, ребята, а вам вообще интересно вот такая подача информации, да, или может быть все-таки фильмы-страшилки показать? Но вот пока страшилок никто не просил. Понятно. На самом деле эффективно. Да, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что система, Виталий Анатольевич, разрабатывается на федеральном уровне реабилитации, да, вот то, что обсуждалось. Что это вот за проект такой, да, какой механизм возвращения бывшего наркомана, так скажем, в действительность? Вот он разработан, этот механизм, потому что раньше были ЛТП, да? Программа принята, она принята на всех уровнях, ну, как у нас всегда бывает, единственная есть проблема, проблема с финансированием. А откуда будет финансироваться? На данный момент рассматривается финансирование, начало действия этой программы, региональное будет финансирование, это будет смотреть регион. Ну, смотрение правительства области тогда будет, да? Да, потом в дальнейшем уже планируется подключение, естественно, основная масса должна быть федеральных денег, но у нас каждый регион смотрит по-своему, механизм он будет примерно такой, что человек, прошедший лечение, он будет получать сертификат на реабилитацию и дальше уже будет проходить реабилитацию в реабилитационных центрах. Мы сейчас вот на уровне ассоциации решений приняли и согласовали с ФСКН, но в области это первый такой, будет, наверное, случай, дай бог, что он заработал, заработал успешно. Мы планируем при ассоциации фермеров Самарской области создать свой региональный центр, чтобы можно было прошедших лечений наркозависимых людей брать на реабилитацию к себе, в фермерские хозяйства, то есть давать им спектр работы уже несколько оторванных, так скажем, от города, от населения. А вы вот не боитесь, что вот эти люди, которые с таким прошлым придут к вам в хозяйство и прямо, скажем, развалят его, и начнут срываться, и вы будете в таком напряжении всегда, что вы же берете на себя такую дополнительную ответственность. Если мы не будем или, ну, сами брать на себя эту ответственность, это зло, оно будет дальше расти. А это, вы понимаете, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, это, что такое наркомания? Это, в принципе, по большому счету, это война развязана с Россией. Только она ведется вот таким путем. У нас убирает молодежь. Просто. У нас наркоманы, есть случаи, там, до 10 лет, 10-летние уже. Это же страшно. Конечно. А, и родители, вот, почему хотим провести аттестацию, вот, я возвращаюсь к реабилитационным центрам, чтобы на сайтах была информация. Порой родители, они не знают, куда свое чадо устроить. Конечно. Где, чтобы и за ним смотрели, и чтобы он реально мог вернуться к жизни, потому что психологически это тяжелый, так скажем, и еще в зависимости от того, что употреблялось, а то бывает и невозвратимый, так скажем, процесс происходит. И это, ну, как я говорю, это война, это большой фронт, и тут-то работать нужно всем и по всем направлениям. Понятно. Ведь оппоненты, которые выпускают, вот, будем говорить, так, эти, скажем, наркосодержащие вещества, они же тоже на месте не стоят. Они постоянно меняют формулу, они постоянно меняют... Раз в неделю производят новое вот это нарковещество с новым составом. Я просто хотел бы и родителей, так скажем, и предупредить, и сказать, чтобы как-то более активно, внимательно относились к школам. Есть, вот это было на совещании сказано, что в Москве, я имею в виду, есть случаи, когда сейчас появляются совершенно новые виды, так называемые вельветовы называют. Это детям под видом жвачек и рисок раздаются как, ну, угощают как презентации, тем самым уже, поэтому нужно быть в этом плане всем бдительным. И привыкание, по-моему, с первого раза чуть-чуть. Да, это страшные вещи, но мы живем в реальном мире, мы должны с этим бороться, мы должны мимо этого проходить. Наталья, а вы общались с теми детьми, которые начали употреблять наркотики, вот вы сказали, что у вас открытый микрофон. Были... Понятно, что мало кто признается, но вот... А вообще вот с этими детьми, что их... Вот чтобы проанализировать, что подталкивает сегодня детей к употреблению этих вот веществ? В проектах мы такие темы не затрагиваем, то есть у нас проект идет всегда в позитивном русле. То есть мы не развиваем тему, что было бы, если бы начали. Мы все-таки общаемся именно на тему того, что бы вы еще хотели, какими бы увлечениями интересно было бы заниматься, может быть, какие еще площадки вы хотите, чтобы мы к вам привезли. Вообще проект, он 4 года существует, мы с ноября 2011 года ездим, десятки школ посетили уже. Ну это вы, так скажем, в согласии с департаментом образования, да? Ну мы вообще звоним в школы сами и с Росдиректором мы проговариваем, если они рады нас встретить, а все школы рады, они с удовольствием готовятся, дети рисуют какие-то рисунки, готовят сценки. То есть по сути это идет, мы не вот приехали, сегодня позвонили, сегодня приехали, заранее идет подготовка, детям показывают какие-то фильмы определенные, с ними проводятся беседы, они нас ждут, готовят площадки, и мы приезжаем, это по сути праздник большой. И вот именно это состояние радости мы, в общем-то, хотим оставить после себя, чтобы дети потом, помня вот эту вот эмоцию, они уже дальше шли в секции. Других эмоций не искали, да? Да, и других эмоций не искали, измененных. Могу добавить, что здесь главную еще и важную роль, на мой взгляд, имеет элемент лидерства ребенка, потому что если ребенок лидер и подтягивает к себе сверстников, так будем говорить, если вот этот лидер уже пошел в негатив, он и с собой подтянет в негатив, а вот наша задача как раз выявлять, чтобы негатив-то был у нас положительный. Вот вы на примере своего хозяйства готовы брать туда бывшую... Ну, у меня не совсем хозяйство, а ассоциация. Ну, все равно, ассоциация, да, готова. У нас есть территория, есть земля. Вот какие еще пути есть, потому что отметки о том, что он наркозависимым был, прошел лечение это, есть где-то, потому что строится вот с таким, если он был в наркодиспансере, да, проходил лечение, потом прийти с какой-то справкой на работу, или это нигде не фиксируется, никто не будет знать? На данный момент я не могу сказать, но вы сами понимаете, если у нас наркомания за несколько лет увеличивалась и увеличилась не в один раз, да, это понятно, это известно, это зло такое. Вот смотрите, 8,5 миллионов по России, 8,5 миллионов человек в России постоянно употребляют наркотики. То есть здесь, и это не знаю, какие цифры, мы, вот кто, я не могу сказать, что это цифры вот прям вот один в один реально. Да, да, может быть и больше. Поэтому, это один наркоман, как правило, до 15 человек к себе привлекает. Понятно, вот он вылечился, да, реабилитировался, прошел лечение. Кроме вот вашей ассоциации, какие у него есть еще возможности, куда он может пойти работать или что? Мы предлагаем весь спектр, там и строительство, и механика, то есть и животноводство, и рыбоводство, там растеневодство, то есть здесь весь спектр. Его главное выдернуть, а потом мы-то преследуем еще не только эту цель. Сейчас не секрет, что в сельском хозяйстве есть определенный кадровый голод именно на простые рабочие. Вот, я хотела тогда сказать, в чем ваш интерес? Вот, наш интерес в этом, если из части хоть один-два останется, и они прирастут к земле, да, работают на ней. Почему нет, мы можем помогать строить дом, семью создавать, он уже... К тому же у них как раз альтернативы же чаще всего нет, они очень часто бывают брошенные. А здесь, вот вы про ответственность говорили, когда они видят, что за них берут ответственность, наверное, в чайке может это проснуться. Да. Вот, кстати, еще один вопрос про ответ... Новые все направления, нельзя сказать, что это вот раз и мы решим. Нет, это не... Это только будете пробовать, да? Это нелегко, это трудно, это... Понятно. Просто начать это, а вот оттуда выйти очень сложно, очень. Да. Вот я как раз хотела продолжить тему ответственности, чтобы вот молодежь, подростки, дети, да и взрослые знали, какая ответственность грозит тому, кто употребляет наркотики, и кого, так скажем, уже зафиксировали, поймали с ними. Какая ответственность сегодня? Ну, статей много на самом деле. Это уже уголовно или какая? Или это штраф? Или что? Что это? Люди, потому что... В основном это сейчас штраф. Ну, молодежь, он что думает, вот он пожимал эту резинку жевательную, да, и говорит, это мое личное дело, хочу жую, хочу выплюну, хочу что-то там понюхаю, еще что-то. Кто-то сам употребляет, это административный кодекс повышения, а если уже вот куда-то дальше? Ну, общественным советом мы выпустили специальную печатную раздатку, такие брошюры, где и в школах сейчас уже раздаются. Она как сделана, как я не знаю, как это сказать. Буклет такой. Буклет он таким. И там вся ответственность за все-за все прописана. Потому что, мне кажется, дети сегодня до конца не понимают, да, кажется, что им это вот... Игрушки. Да, вот это вот еще. Потом вот акции проводим, тоже выпустили печатную издание, смотрел, и есть на домах выездки, то есть это телефон доверия, позвони, где торгуют злом. Потому что все-таки переходить полностью на позитив, да, вот как Наталья нам рассказывает, нужно все-таки знать реально, да, что тебе за это грозит. Позитив к позитивам, да, ты можешь там тренироваться и жевать эту же резинку в то же время. Вот как-то нужно знать свою ответственность. В ближайшее время мы еще планируем, вот с Москвы я привез фильм, новосибирские коллеги выпустили, там он как называется, меня это не касается, фильм называется, вот как раз на эту всю тематику связанный. Он уже, наверное, порядка 17 международных только премий получил. А что же у него такого? Ну вот привезли, посмотрели, сейчас будем его тиражировать и предлагать в школах, то есть вузах, с молодежью, чтобы посмотрели. Я его, честно говоря, еще не успел. Интересно узнать, есть ли столько призов, да, международных. Да, и он с авторскими правами, сейчас вот руководитель, который, это наш коллега, руководитель общественного совета Новосибирска, по-моему, да. Вот, он готовит уже для ГУВД фильм, уже чисто по уголовным, по уголовной направленности, то есть его увидели, заметили. Понятно. А вот я хотел добавить, да, как раз Виталий Анатольевич сказал про акцию. У нас в течение недели, с 18 по 27 ноября, проходил второй этап всероссийской акции, скажи, сейчас вот название, не помню, сообщи, где торгуют смертью, она называлась. То есть была, скажем так, пиар-акция по, скажем так, трансляции телефона доверия в Самаре действующего. То есть мы создали листовки, выпустили и клеили их в общественном транспорте и везде, где можно, в общем-то, старались волонтерам раздавать, чтобы они тоже где-то их размещали. Потому что если человек, например, знает, что где-то у него в подъезде, да, или в соседнем подъезде вот что-то такое есть, где люди, наверное, вот этим нехорошим делом занимаются, может быть, лишний раз и не скажет никому, да, лезть не будет. Но если у него где-то, он идет и видит наклейку красную большую сообщить, где торгуют смертью, надпись телефона доверия, почему бы ему не позвонить лишний раз и вот не сказать об этом. Поэтому вот этот момент очень хороший, акция дала хорошие результаты. То есть звонили, да? В пять раз увеличилось количество звонков. Поэтому эта акция, она уже, насколько я помню, с восьмого года идет, и Самарская область всегда принимает участие, вот она дает хорошие результаты. Вот еще такой вопрос, может быть, он тоже обсуждался на совещании в Москве. Как заставить наркозависимого человека реабилитироваться? Вот выйти из этого? Вот это же самый сложный момент. Вот он, это и семья бьется, да, и все бьются, кроме, наверное, а как вот сам вот этот человек должен пойти на реабилитацию? Вот что должно его заставить? Я просто хочу сказать, что во Франции, вот мы говорили про международный масштаб, во Франции такая система. Если человека ловят, значит, за употребление арестовывают, ну не арестовывают, в общем, фиксируют, что он распространяет и употребляет наркотики, сразу заводится уголовное дело, и ему предлагают альтернативу. Или уголовное дело, и ты садишься в тюрьму, либо ты проходишь курс реабилитации. Вот здесь сразу человек, конечно, не пойдет в тюрьму, он идет на реабилитацию. У нас как выстроена эта система, вот это хочется понять. Ну, у нас, я думаю, должно быть это сделано тоже на законодательном уровне. Вот это не обсуждалось пока? На Совете России было указано, там Валуев Николай Сергеевич представлял, так скажем, Государственную Думу, он не один там был, еще представитель Астраханской области, по-моему, был. Вот. Но там было сказано, упрек депутатам в том, что у нас очень долго проходит утверждение законов. Да. Вот ни для кого не секрет, вот этот случай с массовой гибелью молодежи от спальцев, да. Но он привел к быстрому принятию, собственно, законов. Полгода прошло, это быстро? Полгода? За полгода сколько людей могло это самое? Ну, а есть другие моменты, когда очень быстро почему-то законы принимают. Ну, другие законы. Поэтому много непонятно. Мы поднимали этот вопрос и говорили, что на законодательном уровне все это должно быть прописано, и люди должны знать, что и как это освещаться должно. Ну, вообще вот в финансовом отношении вот вопросы реабилитации, это дорогие? Это вообще дорого? Ну, если пользоваться только государственными услугами, это одно, а если идти к частникам, это другое, конечно. А вообще вот это, это же тоже момент нужно рассматривать. Понятие дорого, это несоизмеримость тем, сколько теряет Россия в финансовом отношении, когда вот это зараза реализуется. На Совете, я не помню, кто приводил один пример, то, что один рубль только вложенный в реабилитацию, один рубль, он приносит 100 рублей России в Казу. Ну, то есть, я как понимаю, сколько мы изымаем, да, наркоконтроль, изымает на миллиарды, да, вот эти все гадости, а она все равно прет. И поэтому реабилитации, вот такие цифры получаются. Понятно. Наталья, знаете, что хотелось от вас услышать? Вот вы общаетесь с детьми, с подростками. Я хочу, чтобы вы родителям дали какие-то рекомендации, потому что вы все равно в теме. Если все-таки, вот не про позитив, а вот если начал подросток употреблять, только начал, вот как родителям на это реагировать? Как правильно реагировать, там, запугивать, ругать? Куда вести? Как общаться с ребенком? Может быть, даже к вам куда-то можно обратиться, потому что для семьи нынешней, да, эта ситуация будет, во-первых, стрессовой, страшной. Во-вторых, непонятно вообще, куда, зачем обращаться, кто чем может помочь. И это же вот люди стараются не сильно афишировать, по большому счету, такой ужас. Ну, еще чаще всего, когда человек не замечает проблему, он ее усугубляет, да, наверное, нужно сразу реагировать, но очень аккуратно. Во-первых, телефон доверия никто не отменял, это раз. А во-вторых... Сообщить-то да, или там поговорят? Поговорить, конечно, опять же, с сотрудниками наркоконтроля. Я не являюсь таким сотрудником, но, тем не менее, у людей большой опыт в этой сфере. Я думаю, не только по изъятию средств у тех, кто ими занимается торговой, а и профилактикой. И плюс, в любом случае, нужно заниматься своими детьми. То есть, если вы вовлечены, наверное, общаетесь близко с своим ребенком, и это друг ваш, да, не просто, как бы, то нужно знать его окружение. Потому что ведь окружение, он же... Где вот он это может набраться? Если он не социализирован, может быть, сложности какие-то в общении со сверстниками, да, то есть обычно ребенок прячется за этим. Если у ребенка все хорошо, зачем он будет этим заниматься? Если он занят чем-то, у него есть увлечения, у него есть какие-то цели, планы. Ну, вот в этом формате. А если уж какие-то сложности, ребенок, как за маской, за этим, скорее всего, прячется. Он же, получается, хочет взрослым стать, да? Хочется крутым попробовать себя, грубо говоря, если такой терминологией пользоваться. То есть, значит, нужно просто поплотнее, побольше общаться. Ну, и для этого мы вот сейчас в ближайшее время будем проводить вот реабилитационные центры. И чтобы на сайте, если кто не хочет, как вы говорите, вот так открыто, там будет вся информация и рекомендации к тем организациям, да, к тем психологам, к тем людям, к которым можно уже обратиться. Потому что они, так скажем, прошли аттестацию и в ФСКН, и в общественном совете. Да, потому что на самом деле это очень страшно. А проблема это и есть, вовлекаются же люди из, как правило, семей. С хороших, причем, и с достатком. Да. И не только. Ну, таких только нет случаев. Это беда, зло с ним. Виталий Антонович, а как вы относитесь вот к такому утверждению, которое вот такое часто употребляется, бывших наркоманов не бывает? Потому что оно ставит под вопрос вот всю реабилитацию. Нет, я могу сказать, что довольно большое количество действующих реабилитационных центров, таких, которые реально работают и приносят реальные результаты, видно, как правило, руководители – это бывшие наркоманы. Вот тенденция такая, они сами через это все прошли, и, похоже, своими мозгами они могут найти лазейку к тому, кто хочет из этого выкарабкаться. Понятно. Ну, во всяком случае, такие факты у нас есть. И вот совсем коротко, может быть, вот наступил год, мы первый раз встречаемся в этом году, в новом. Какие у вас планы? Вот ваши организации общественные, да, вот на что вы будете обращать больше внимания? Ну, планы у нас громадьон на четырех листах. У нас будет также продолжаться вот молодежная, пусть всегда буду я, проект. Мы активнее сейчас будем входить в работу антинаркотических комиссий районных. Мы уже работаем. А они вот районы, они где, при администрации? Они при администрации, да. Вот. Будут аттестовываться сайты районные по антинаркотическим комиссиям, потому что, как правило, они висят. А вот проверка реабилитационных центров, вот их деятельности будет проводиться? Вы будете в этом участвовать? Да, обязательно проверка заложена. Потому что, какие страшные вы цифры сказали по вот... Вот. Проверка реабилитационных центров. Мы в этом году планируем, наверное, телезрители знают, что вот слышали, 28 января мы открывали на мемориальный барельеф генерал-лейтенант Синопальникова. Ну, то есть, такие мероприятия у вас запланировали. Спасибо большое наше время истекло, к сожалению. Спасибо, что рассказали о своей работе. Удачи вам и в дальнейшем. Эффекты от проделанной работы. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Спасибо.